Продолжение следует... Продолжение следует... Известно, что в некоторых производствах применяются радиоактивные изотопы. В разрушенных предприятиях Грозного они были брошены на произвол судьбы и несли прямую угрозу населению. Их бесхозностью в любое время могли воспользоваться и террористы. Нужно было срочно защитить людей от опасности. Не сосчитать, сколько бедствий, катастроф, техногенных, экологических и других выпало на долю России в последние годы. И везде, в первом эшелоне спасательных работ, шли отважные люди из МЧС. Вот и сейчас одному из подразделений, Центру спасательных работ особого риска «Лидер», поручена уникальная операция по ликвидации радиоактивных источников в городе Грозном. Вместе с отрядом МЧС летят специалисты-ядерщики, Минатомы. Вместе с отрядом МЧС. Аэродром в Моздоке – это еще не конец пути. Предстоит с 20-тонными специального оборудования и снаряжения добираться до Грозного на грузовиках и вертолетах. Вот и Грозный, город, имя которого в последние годы звучит для русского уха действительно пугающе грозно. Будто оружейный выстрел. Меня покорила спокойная деловитость и четкость этих людей, которые после почти суточного переезда сразу включились в работу. По автомобильной колонии, оставшимся. БТС, головная походная застава. За ним идет кран. Гандаров, водитель. И в замыкание идет БРДМ-02. По данным предварительной радиационной разведки, план действия отряда был составлен еще в Москве. Предстояла работа по сбору и локализации источников ионизирующего излучения в семи предприятиях города, на которых находится почти 90 источников. Центру спасательных работ особого риска «Лидер» уже 10 лет. На его счету бесчисленное количество опасных операций, сотни людей, вытащенных из-под завалов, обрушенных домов, да и вообще из всевозможных зон бедствия. Это элитное подразделение. Людей с улицы сюда не берут. Тут лишь первоклассные специалисты. Химики, водолазы, альпинисты, врачи, саперы, инженеры, умеющие безупречно владеть оружием, приемами рукопашного боя, прыгать с парашютом, водить любой транспорт. Много чего умеют эти бывалые, прошедшие огонь и воду люди, избравшие для себя риск, как норму жизни. Вот это по сектору я прошел, в этой яме. Это повыше? Повыше, ну, конечно, с учетом земли, хронирования земли. Сема земли еще больше. Да, но это микро пока идет, микро. Не бы вышло. Ну, вот это может или большую мощность источник, или он может открыть. Направляю, если он в источник, я могу понять. Если он пойдет резко, значит сам очень мощный. В сложной работе спасателей и ядерщиков я увидел некий живой организм, где мысль одного сливалась с идеями других людей, образуя коллективный разум, который мог противостоять жестокой невидимой стихии. Кто еще? Двух человек. Я дозимметристы двух человек. Ну, давайте. Кто еще один? Давайте я подниму вас. Так, давайте. Так, я благодарю. Любое небольшое смещение, все прекращается. Это на сколько раз превышает норму? Норму? Сто раз. Сто раз? Да, сто раз. Выше фонового значения. Это уже опасно, да, для жизни человека? Ну, это не опасно. Это нет, но это ни к чему. А что вы там обнаружили? Это контейнер? Это контейнер с цезием, скорее всего. С цезием источник, 137. Это умышленно его закопали? Да, ну, потому что в случае, чтобы не растаскивали, не облучаясь, это сбросили, потому что вывозить некуда было. Это мы находимся на территории? Это у нас... Это не гео-городи. Это не гео-городи. Так, Николай Васильевич, все нормально. Здесь, на территории не геофизической разведки, должно быть не менее 12 источников. И спасатели не уйдут отсюда, пока не отыщатся каждый из них. Вот это кастрюлька, да? Да. И вот крышка. Ага, а вот, понятно. Там на удалении с небольшим моментом. Они направлены в действие. Они в свинцовой ампулировке, а где там отверстия, они вонят в сторону. Вот два мы нашли, замерили, положили в сторону, к стенке. Так что они там... Документация есть? Документация есть на источнике. Да откуда все сгорело? Все сгорело. Так, что? Контейнер подвозить. Контейнер как можно ближе надо. Робот рисковать. Ну, тут риски есть? Есть. Есть определенный риск. Зачем рисковать? Давайте берем контейнер. Робот сюда, традиционный. И начинаем работать. На самых опасных участках, где зашкаливали дозиметры, или была угроза обрушения, или была угроза обрушения, работой выполняли специальные роботы. Вот этот напоминающий мини-трактор сделан по заказу МЧС. Его называют здесь ласково, Вася. Он определяет не только мощность излучения, место угрозы, но и обезвреживает источник радиации. Первое боевое крещение такие роботы приняли в локализации аварии в Саровском ядерном центре еще в 97-м году. В Асии управляют первоклассные специалисты, прошедшие стажировку в Германии и Швеции. Вот блоки, фундамент для блоки, мы краном уложим его, и он защищен. Ну, короче, для защиты водителя. Понял. Вопросы были. Пошел, я отработал, вот открыл, а не помогите. Сейчас будет трогать за этот парт. Удивительно было наблюдать, как эта на вид почти игрушка упрямо пробиралась сквозь завалы и узкие проходы к свинцовому контейнеру. Робот должен был упрятать в него опасный груз, который он держал в своих цепких клешнях. Субтитры создавал DimaTorzok Следующим объектом работы спасателей стал заброшенный машиностроительный завод. За ним был цементный и другие объекты. Олег, ну что? Все, сейчас. Погнали. Вон он, нормально. Все, работаем. Сюда. Они пронумерованы. Они все в одном. Выносливость и неутомимость этих людей восхищала. Жара, тяжелая физическая работа в полном военном снаряжении, опасность получить радиоактивную дозу или снайперскую пулю не останавливала, потому что долг для них был превыше всего. Оттого и работали они с рассвета до глубокой ночи. От радиации может, конечно, защитить свинцовый костюм. Но как в нем работать в тесных и полуразрушенных помещениях? Бронежилет, который здесь обязателен, может еще как-то защитить от пули снайпера. Но не от радиации. Спасали опыт и бетонные укрытия. Где только не находили брошенные источники. В подвалах разбитых строений, закопанными в землю, запаянными в стационарные контейнеры. Вот эти в штатной укупорке представляют особо легкую добычу для террористов. Потому что их можно переносить даже в руках. Еще одной угрозой стало меньше. Источники потом увезут и захоронят. Переверни, Жанин. В локализации зон радиоактивного заражения помогали чеченские специалисты. Бывший советский офицер Хусейн Хаджиев, прослуживший в войсках 30 лет, поведал мне свою невеселую историю. Приговорен был дважды Басаевым к смерти. За что? За то, что я работал в МЧС и помогал людям. Так как мы работали на Россию, мы были предатели Родины. Так он говорил мне. А как же вы спаслись? Спасся тем, что благодаря, что Род поднялся. Окружили это СНБ и заявили. Или его отдаете, или мы вас будем здесь тоже. Точно так же расстреливать, как и его. Вот такие пироги. Все равно выжил и все равно работаю в МЧС. Работали по минным полям. Вот это было самое страшное. А сейчас ничего не страшно. Сейчас я уже ничего не знаю. Терять теперь уже больше ничего. Вторично мы поверили в Россию и пошли за нами. Напряженная работа спасателей шла непрерывно. Слишком серьезным было порученное дело. Люди тщательно готовились к последней, самой трудной операции. Они готовились к броску на гигантский химический комбинат, где были обнаружены очень сильные источники радиации. Прибывало дополнительное оборудование, техника. В одном ряду с радиационной опасностью здесь была и опасность чисто Грозненского. Теракты, нападения боевиков. Особенно в ночное время. Поэтому в край угла изначально было поставлено соблюдение строжайшей секретности и боевой готовности групп похоронения. Задачи решались совместно со штабами войск и комендатурой города. При освещении ракеты был открыт автоматический огонь по третьему, по шестому. Сейчас там была хорошая очередь. Никакой через секунд 10. Я взял у него осветительную ракету сразу, прошел к шестому, говорю, сейчас тебе минут пять подсвечу. Только подсветил, сразу же отсюда опять стрельба. Я гранату бросил, потому что тишина. Все правильно. Две-три ракеты начало, чтобы все узнали. И две-три ракеты, конечно. Пока они граблями своими ищут источник, это все безопасно. И вот первый сигнал от него должен поступить, что источник определен. Мозговым центром операции были специалисты-ядерщики фирмы «Радий» Минатома России. Вадим Петрович Елисеев оставил в Москве дом, семью и добровольно принял участие в столь рискованном деле. Я приступаю к захвату. Это ты мне. Понимаете? Я его нашел, увидел. Увидел, нашел. Увидел. Вот давай ракету. Увидел, вы ракету. Да. Потому что пока ты захватываешь, а мы все ушли. Вот так. Для других, то есть. Не затраивай, я отрасываю их тут. Вопросов нет. Поехали дальше. Вероятность поражения снайперским нагнем, а что-то там ходят и за вами следить в оптике будут, я не сомневаюсь, увеличится. Примерно у вас в 5 раз, у вас вообще в 10-20 раз. Полковник МЧС Салават Менгалиев отвечал за безопасность всей операции. Там находятся дуги. Это официальная информация. Они владеют метров. Они смотрят на то. Там, конечно, дали метров 800-1400. На снайперской винтовке взять ее не смогут. Он не сможет попасть в точку. Он может пару раз выстрелить. И вы уже работаете. У меня были 4 группы. Пойдете одновременно на 3 объекта, я вас обеспечу. Нет, вы меня 3 объекта. А я 2, ладно. Мы выезжаем на радиоактивные предприятия, где находятся живые источники, которые дышат. Дышат хорошо. Поэтому первое, безопасность каждой из вас. Это смерть, который не замечаешь и не видишь. 300 метров ближе никто не подходит. Только находятся лица, которые сегодня определено выполнять эту работу. Все, с Богом, по местам. Внимание! С машином, по местам. Маршрут, по которому должна была следовать колонна спасателей, заранее был проверен саперами. А в зону химкомбината и его окрестностей выдвинута усиленная группа боевого охранения. Бронетехника, вертолеты, подразделения, вымпел и личный состав внутренних войск. Почти две тысячи человек. На всем пути нам встречались часовые, охранявшие дорогу. Вот он. Грозненский химический. Город в городе. Комбинат-гигант, производивший пластмассу. В заводе имелись две радиационные камеры с реакторными установками для облучения жидкой пластмассы. Они работали на основе очень активных источников. Во время войны эвакуировать их не представлялось возможности. Сейчас проверяют маршрут, идут впереди саперы. С Кузнецовым. Кто попал? Да. Впереди, как всегда, шли и дозиметристы, и саперы с собаками, натасканными на взрывчатку. Все были в напряженном ожидании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok очень напоминало безмолвную, пугающую своей неизвестностью зону сталкера. Еще в Москве я слышал драматическую историю о том, как погибли здесь дети и охотники за цветными металлами. Ведь на заводе использовались очень опасные для жизни нуклеиды кобальта-60. Вообще, все происходящее на моих глазах было очень серьезным. Субтитры создавал DimaTorzok Вот она, главная цель операции. Реакторный цех с двумя камерами облучения внутри. Друсно это было зрелище. Видеть в руинах могучее предприятие, некогда живой заводской организм. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, что предполагаешь доставать, как ему было? Контейнеры. Если контейнеры вынимают, придется через окно. Но я вам что сказать? Через дверь мы должны наверно. Прямо через дверь, трос протаскиваем, цеплями. Так, где вы мне посмотрели этот цех? Какой здесь есть? Когда вскрыли двери первой камеры облучения, оказалось, что контейнеров с источниками там не было. Его или успели вывести, или перенесли в соседнюю. Спасатели осмотрели эту камеру, чтобы лучше ориентироваться во второй, куда им предстояло проникнуть. Вот по этим трубопроводам они из хранилища, внизу хранилища находятся. Подаются в обустановку девять источников. И здесь производится обработка химических веществ. Они начали разведку верхней части реакторного зала на уровне четвертого этажа здания. Люк второй камеры оказался открыт, и из него столбом исходила мощная радиация. Значит, предположительно, внутри камеры находятся несколько источников излучения, создающих в ней адский фон в сотни тысяч раз превосходящий норму. А это было уже очень опасно. С особой осторожностью начали вскрывать запаянную входную дверь. Чтобы не облучиться, люди временами работали по 20 секунд, сменяя друг друга. Стала проблема со второй, главной, защитной дверью камеры. Чтобы уменьшить традиционный фон внутри камеры, через верхний люк ее заполнили водой, которая сильно поглощает излучение. Вокруг камеры фон упал до нормы, но внутри еще оставался очень высокий. Кобра, надо обеспечить безопасность. Работы очень много, суток на трое. Ночью будем работать. Надо освещение сделать. Все, ребята, устанавливайте тротил и взрывайте. Главную защитную свинцовую дверь пришлось скрывать с помощью тротилы. Направленным взрывом сорокатонную махину отбросило в сторону. И путь для робота-разведчика был открыт. По тесным извилистым проходам робот дошел до камеры, но внутрь попасть не смог. Путь ему преградили фрагмент разрушенной реакторной установки. Хотя он все же сумел заглянуть в камеру и передать, что и где в ней находится. Это конструкция, которая закрывает почти все. Это вторая. Это верхняя, это нижняя. Там стена. И вот там контейнер. Но при такой дозе ни одно живое существо... Снова и снова штурм мозгов, мучительный поиск решения, как подобраться к контейнеру в условиях дикой радиации. Пред моими глазами разыгрывалась драматическая борьба человеческого интеллекта и неумолимой стихии. Это доступ только к ядерной установке. Но вы не дойдешь туда. Ты понимаешь? Понимаете, фон, он не будет. Фон постепенно будет. А что ты мне рассказываешь? Постепенно. Как он будет постепенно? Фон зашел, даже в фон и едет. Вот палец идет. Послушайте, вариант, что сломается, есть или нет? Что мы делаем? Ну что, что мы делаем? Мы приподнимаем. Делаем какие-то напуски. Перехватываем. Настил. Опускаем. Делаем перезасепки. Перезасепки и поднимаем дальше. Это методика, хорошая, когда мы работаем с минами. С минами можно работать день, два, три. А мы здесь уже нампадали трос. Только из-за этого. Я спускаю сюда трос. Вы не смойте его закрыть. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok В этих экстремальных условиях, всепроникающей радиации, постоянной угрозой нападения боевиков, слава Богу, все обходилось без особых происшествий. И это благодаря прежде всего профессионализму ядерщиков, четкой организации. И, конечно, благодаря железной воле и громадному опыту руководителя операции генералу Волику, за плечами которого много лет армейской службы, академии генштаба и годы работы в МЧС. Когда все способы извлечения источников не дали результатов, чтобы больше не подвергать смертельному риску жизни людей, было принято единственное правильное в этих условиях решение – похоронить камеру в саркофаге. То есть проход в нее заложить мешками с песком, а верхний люк закрыть стальной плитой и все это забетонировать. Ветро дальше, нужно перестарить. Хорошо, хорошо. Все, вопрос, я поддаю. Еще раз! На грудь! Еще. Руки. Активайте! Раз, два, два! Круга ко мне, давай! Последний источник излучения, очень большой мощности, был обнаружен и захоронен на заводском пустыре, закрыт свинцовой плитой и забетонирован. Уровень радиации на всей территории комбината упал в сотни раз. Задачу свою спасатели выполнили. Радиационные источники больше не угрожали жизни людей и были недоступны для террористов. А повар придумал ужин, Немного крупы перловой, Немного коры дубовой, Немного дорожной пыли, Немного пыли. Остается армян. Да иди-ка, да иди-ка, да иди-ка. Что толком наире? Наире, да, немножко он пожесковатый. А медвина – это женский коньяк, которым берешь ворот, он кажется сладким. Прогладываешь, бой. Далек приказание. Солдаты сидят в окопах, Потому что летят пули. Самолет возвратился на базу, А подлодка исчезла в пучине. Обидно, ведь завтра ж праздник Военно-морского флота. О, пуль летят пули, Камандир отдаёт приказание. Солдаты сидят в окопах, И слушают звук. Я очень люблю этих энергичных, Неунывающих людей, Умеющих выбирать единственно правильное решение, Потому что на ошибку им право не дано. Я увидел, что совесть, благородство, жертвенность Не совсем ушли из нашей жизни. Да и само название МЧС Здесь понимают как мужество, честь и сила. Но вместе с радостью, выполненной задачей, Не давала покоя мысль о том, Что это далеко не конец бедам, В которых часто повинны сами люди. Явно что-то сдвинулось и стало не так в нашем мире, Отчего человеку становится всё тревожнее И опаснее жить на земле. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok